Анатолий Эдуардович, вы известны как один из первых футурологов, кто стал говорить о необходимости вывода земной индустрии в открытый космос или в ближний космос, точнее, на орбиту. И более того, как инженер, вы предложили конкретный, глубоко проработанный, технический, альтернативный, то есть не ракетный вариант того, как это можно сделать. Ваш проект общепланетного транспортного средства, насколько я знаю, был предложен еще 40 лет назад и хотелось бы узнать, что на ваш взгляд, как автора проекта, в нем самое главное – экономический, технический или экологический аспект. На самом деле все важно. Планета Земля со всем, что на ней находится, включая нашу человеческую цивилизацию – это единая система. Для ее нормального функционирования очень важно соблюдать баланс. В какой-то момент наша техногенная, именно техногенная цивилизация, этот баланс нарушила. Это грозит катастрофой, которая, если ничего не изменить, произойдет в течение, ну, от силы двух-трех поколений – 40, 50, 60 лет. Человечество убьет его собственный же ребенок – индустрия. Посмотрите вокруг. Экологическая ситуация ухудшается на глазах. Мы это видим. Деградация почв, новых болезней, которых никогда не было, организма, эпидемии, разрушение зонослоя, ежедневное исчезновение нескольких видов, нескольких видов живых организмов. Грязная вода, которую мы пьем, грязная еда, которую мы едим, грязный воздух, которым мы дышим. И не только мы, но и наши дети. И чем больше развивается техника, тем для живой природы окажется хуже. Как это ни странно? Но ведь иначе быть не может. Индустрия перестраивает живую природу под себя точно так же, как когда-то живая природа перестроила под себя неживую, мертвую планету, преобразив ее. Ведь кислорода не было. Поэтому земная атмосфера с кислородом, биосфера с плодородной почвой, в каждом килограмме которой триллион жителей микроорганизмов. И все биологическое разнообразие на планете возникли из отходов жизнедеятельности живых организмов, из того, что умерло и перегнило в почве и в воде. Жизнь на планете развивалась в течение миллиардов лет и процветает до сих пор на отходах жизни. Созданная человеком индустрия работает аналогично, только потребляет мертвую материю. Нефть, природный газ, уголь. Они образуются в результате смерти и разложения живых организмов. Это овесчисленная смерть. И вот она-то и нужна для работы техники. И чем сильнее развиваться технологическая цивилизация на Земле, на планете Земля, тем больше ей требуется этих источников энергии. И тем меньше остается места для жизни на планете, для нас. И техника не может перерабатывать неживое в живое. Она производит изменения только в одном направлении. От неживого к неживому. Или от живого к неживому. То есть убивают все живое. Первобытные люди, зажегшие первые костры в своих пещерах, отравляли себя угарным газом и канцерогенами, и в 20 лет умирали от рака легких. Тогда еще. Но они догадались, тогда догадались, вынести доступные им технологии, примитивные технологии, огонь, обжаривание мяса на углях, выделка шкур, за пределы своего дома, пещеры. Поэтому смогли выжить. И вот тоже было после индустриальной революции, когда заводы стали выносить за черту города. Потом индустриально развитые страны начали вообще выносить производство в другие регионы и на другие континенты. Ну, мы это знаем. Это везде происходит. И сегодня наступил такой момент, когда выносить больше некуда. Вся планета занята. Вся планета оказалась той первобытной пещерой, в которой ежедневно горят уже миллиарды более мощных и более вредных индустриальных костров. Поэтому, чтобы выжить завтра, именно выжить, нам необходимо будет вынести индустриальную техносферу за пределы природной биосферы. В противном случае биосфера, наш общий дом, он один на всех. Вернее, даже не дом, а общая большая комната, в которой нет даже перегородок, неизбежно и неотвратимо будет уничтожена, находящаяся в той же нише, индустрией, которая создает на планете, развивает наша технократическая цивилизация. А как же те экологические программы, которые осуществляются сегодня в мире? Ну, по большому счету, они в глобальном смысле ничего не изменят. Если индустриальная техносфера будет и дальше занимать ту же нишу, что и биосфера, то ничего не произойдет. Более того, эти уклады, два уклада, мирно в жизни на планете не смогут. Они имеют противоположные антагонистические векторы развития, занимая при этом одну и ту же пространственную нишу. Они находятся на планете Земля. От почв до, вверху слова, атмосферы. И экологическая программа, поэтому, всего лишь попытка существовать человечеству чуть дольше, отложить гибель, но не избежать ее. Хорошо. А что с существующими программами освоения космоса? Они есть у США, Китая, Россию, Евросоюза и многих других стран. Нелогичнее было бы продолжить работы в уже обозначенной логике, чем создавать такое масштабное инновационное сооружение, как общепланетное транспортное средство. Ведь это же требует огромных, мне тяжело даже представить, каких ресурсов. Можно и дальше идти в тупик. И вот продолжать развиваться в существующей логике означает, ну и дальше идти в направлении этого тупика. Ведь существующие космические программы неэффективны и безумно дороги. Ни о какой масштабной инновационной космоса здесь речи быть и идти не может. В то же время для проектирования строительства ЭТС, общепланетного транспортного средства, у человечества есть все необходимое. Первое. Финансы. Ну это, наверное, самое главное. Требуется порядка полутора триллионов долларов. Много. Ну это всего лишь 2-3 годовых военных бюджета США. То есть они за 2 года, за 3 на войну потратят больше, чем нужно на строительство ЭТС. Металл, это второе. Ну необходимо порядка 100 миллионов тонн. Ну чуть меньше, чуть больше, порядка. То есть столько стали, сколько его плавляется в мире за пару недель. За пару недель, всего лишь, да. Или столько, сколько тратится, ну этой стали на, за несколько месяцев только на производство автомобилей. Просто на автомобиле, да. 2-3 месяца. Третий. Бетон. Требуется порядка 10 миллионов кубических метров. Вроде много, а на самом деле столько же, сколько ушло его на строительство одной единственной плотины Сайна-Шушенской ГЭС. Так вот, что решает ГЭС Сайна-Шушенская ГЭС, да, и что решает вообще планета транспортных средств? А бетону столько же надо. Четвертое. Энергетическая мощность. Для выведения в космос за один рез. Вот, слушайте цифры. За один рейс 10 миллионов тонн грузов и 10 миллионов пассажиров. Вот существующим системам космическим... Нет, я бы не так сказал. Вот то, что есть современная космонавтика, да, индустрия космическая, всемирная, мировая, да, общепланетная. Вот этой всей индустрии, чтобы сделать то, что делает АТС за один рез, понадобится 100 тысяч лет. Вот давайте это сравним. То вот, чтобы эту работу числять, всего лишь понадобится по мощности порядка 100 миллионов киловатт. Это сравнимо с суммарной мощностью реактивных двигателей всего лишь одной, ну, одной ракеты, одного тяжелого ракетоносителя типа Speed Shuttle, который вводит там, ну, 10, 20, 30 тонн груза в космос. Вот можно? Может, если одинаково. Озоновая дыра размером Франции не будет проделана в земной атмосфере? Более того, мы и золотаем. Мы и золотаем. Если мы в качестве балласта будем использовать кислород и выбрасывать, там балласт нужен, да, в виде слоя атмосферы, которая будет, излучение Солнца будет жесткое, ультрафиолет, разлагать на озон, и мы золотаем дыры, наоборот. И вот все это вполне осуществимо в ближайшие годы, и это даст снижение себестоимости геокосмических перевозок, Земля-космос, космос-земля, в тысячи раз. Не в раз, не в два, не в три, не в пять, не в семь, в тысячи раз. Десяткам миллионов долларов до нескольких тысяч долларов за одну тонну. То есть, что сейчас, если вас в космос отправить, это то же самое, что отлить статуи из золота вашего размера. Спасибо, мне и здесь хорошо. А в будущем, если вас отправить в космос, это дадется вам в сто долларов. Хорошо. Если это осуществимо уже сегодня, ну, по крайней мере, в ближайшее время, то что же этому мешает? Как я понимаю, единственная преграда на пути к достижению вашей цели – это разобщенность людей. Для того, чтобы построить общепланетное транспортное средство, людям всей Земли необходимо объединиться. Ну, конечно, безусловно. Такой проект способен объединить все страны, все человечество общими планами и целями. Но это, на самом деле, не основная проблема. С таким проектом может справиться и одна страна, такая, как, например, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай. Но мешает консерватизм, вечный страх, он всегда есть перед чем-то новым, нежелание что-то менять. Но самое главное – это непонимание того, что другого пути у земной цивилизации просто нет. Не потому, что вот не то важно, что поймем или не поймем, что если не поймем, то наступит точка невозврата. И вот для того, чтобы это осознать, то, наверное, надо осознать ответственность. Это не так уж много. Любовь и забота о ближних, о своих детях, внуках, о том, в каком мире они будут жить и будут ли вообще жить на этой планете. Если люди будут думать об этом, а не о том, о чем думает сегодня в офисе потребления, удовольствие, ну, мы знаем, развлечения, крутые машины, деньги и так далее, то понимание к ним очень быстро придет. Если нет, то тоже придет, только слишком поздно. К их внукам, когда уже ничего нельзя будет изменить. Как говорил герой одного из моих любимых фильмов, нас заставляют хотеть тачки и шмотки, и мы вынуждены делать работу, которую ненавидим, для того, чтобы купить то, что нам совершенно не нужно. А это общество потребления. И кому-то это выгодно. Потому что те, кому выгодно, потребляют еще больше. Ну, потребляют не гамбергеры, а боинги, острова, подводные лодки, там, я не знаю, яхты 200 метровые и так далее. Они тоже потребляют. И нефть тоннами, да? И миллионами тонн. Миллионами даже тоннами, да. Ну, заставляют нас потреблять. И создали это общество потребления. Но это губительный путь. Путь никуда. КОНЕЦ